Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Напомню, что не стало телеведущего Михаила Зеленского. Много тоже было разговоров по этому поводу. Сегодня проходит в Москве прощание с Михаилом Зеленским. И вот насколько пишут СМИ, большой грех перед началом панихиды по Зеленскому грянул страшный скандал. Вы скажете, что случилось? Все дело в том, что вы знаете, что праздник Крещения. Я вас с этим праздником поздравляю. И вот что пишут. В зал прощания похоронного дома Троекурова доставили гроб с телом Михаила Зеленского. Гражданская панихида по телеведущему начнется в 11 утра. Естественно, она уже прошла. Правда, до начала траурной церемонии еще утром грянул небывалый скандал. Дело все в том, что по православной традиции в дни больших христианских праздников не принято проводить панихиды. Однако телеведущего хоронят как раз в день Крещения, 19 января. Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Это одна из самых больших и важных дат в церкви. Священник храма Спасителя Петра, митрополит Московского в Петербурге Николай Савченко решение родных хоронить Зеленского в этот торжественный праздничный день осудил. Это большой грех. На Пасху и Светлую Седмицу не служатся панихиды вообще. Но при этом, если человек умирал на Пасху, это считалось благочестивым явлением. Погребение в таком случае разрешалось, но опять же не на саму Пасху, а желательно хотя бы через день или два, пояснил священнослужитель. Он заверил, что в крещение похороны лучше не проводить. Только в случае крайних обстоятельств делается исключение. Бывает, конечно, так, что перенести никак нельзя. Если ситуация сложная, безвыходная, если назначена именно на эту дату, то очень сильно укорять себя не стоит, говорит батюшка. Ну и в качестве справки напомню, что Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта, теперь пишут. Раньше писали от инсульта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину. Вот грянул небывалый скандал. Друзья, вы знаете, я хочу сказать, что пути Господни неисповедимы, и если так Господь распорядился, чтобы Зеленский упокоился, что называется, и был захоронен в крещении, то я думаю, что это не просто так. Это не просто так. Действительно, Зеленский, вы знаете, как журналист, как ведущий, очень сильно отличался от всех тех, от кого я. Ну, по телевизору видишь, как-то все равно. Интеллигентный человек, человек такой, видно, доброй души, что ли, я не знаю, как сказать. Это видно сразу. Поэтому, когда программа «Прямой эфир» он начал вести, было видно, насколько ему, это не его, и насколько ему тяжело вот это все, крики вот это и так далее, направлять это. Вообще это он был далек от этого. И поэтому, вы знаете, я хочу сказать, что, ну, не просто так вот выпадает, чтобы доставили из Доминикана, ведь, понимаете, может быть плюс-минус два-три дня и так далее. Но привезли, доставили прощание именно в крещение. Поэтому, что я хочу сказать. Ну, в моей жизни был, например, такой случай, когда, значит, умер некрещеный человек. Ну, я очень часто бываю и езжу в какие-то святые места, в Оптиной пустыне, Дивеево, остров Град-Севьярске, я только на Валааме не был. Ну, я считаю, я езжу для себя, мне нравится в этих местах бывать. Но вообще самое святое место, оно вот здесь, внутри нас. Не нужно никуда выходить и выезжать. Но это места силы некие, в Оптиной пустыне, например, у Матроны, Матронушки, например, в Покровском монастыре на Таганке. Я вообще бываю очень часто. И, вы знаете, когда я обратился к батюшке с этими вопросами, он сказал, что вы, ну, некрещеный человек, ну, как, я не могу ничего. Необходимо же отслужить, так сказать, перед захоронением. И, ну, я ему вот сказал, я говорю, вот так и так, что это, и он где-то консультировался там с вышестоящим своим руководством и так далее. И потом мне позвонил, знаете, он мне говорит, я сделаю это, некрещеный человек был, я сделаю это. Он мне говорит, я сделаю это почему? Потому что Иисус Христос, когда шел, и человек был, значит, некрещен, рядом друзья его, родственники, друзья, знакомые. Что-то вот было с человеком не так, и нужно было что-то сделать. Он не был крещен. А, значит, по молитвам друзей, крещеных друзей, по молитвам, то есть, ну, было дано ему, да, какое-то вот Божье благословение в этом смысле. То есть, по молитвам близких, по молитвам близких людей, так скажем, да, понимаете, о чем я говорю? И вот он говорит, по вашим молитвам и так далее, по силе вашей веры. Это допускается такое. Вот, поэтому, знаете, дело в том, что в данном случае, конечно, я в такие совпадения не верю. Чтобы вот в крещение, чтобы это вот так совпало. Поэтому какой-то скандал здесь, мне кажется, никакого скандала здесь нет. И здорово, что пришли на похороны. Значит, вот вторая супруга с двумя дочками. Грушина, по моей фамилии, которая из Америки специально переехала ради Зеленского. Фигуристка, с которой он, значит, вот по телевидению эти вот на льду-то танцы на льду, или как они там, ледниковый период он участвовал. С которым судился там за квартиру и так далее, за право видеться с девочками, с дочками. Здорово, что пришли, здорово, что вот так. Так вот как-то относятся люди друг к другу, по-человечески. То, что касается, например, момента, связанного с тем, что сначала сообщали у него инсульт, потом инфаркт. Я так и слышу при своем мнении. Люди, работающие на телевидении, ведущие новости 10 лет, которые потом вдруг начинают говорить об экономике, политике в стране и так далее. И говорят об этом с разными людьми, с друзьями. Об этом сообщалось, что Зеленский очень был обеспокоен экономической, политической ситуацией в стране. Они знают чуть больше, чем мы. Потому что, понимаете, они доносят ту информацию, которую надо доносить. Но они же настоящую информацию знают. Поэтому, с моей точки зрения, это не просто так. Для меня, вот мое мнение, люди, которые фактически работали в системе, причем донесение именно информации, они знают настоящую информацию, хотя бы частично, и просто так из жизни не уходят. Но это мое мнение, друзья. Соболезнования родным и близким. Вечная память, что называется Михаилу Зеленскому. Друзья, пишите ваши комментарии, задумайте на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live. И инстаграм Будда Гришна. Нижняя подчеркивая ничка на ладень. На русском Будда Гришна. Три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok